Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Живи и Радуйся и сразу же подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео, чтобы не пропустить много интересного. Ну а сегодня я хочу поговорить о кабачках. Доводилось ли вам испытывать трудности в выращивании кабачков? Несколько лет подряд я выращивала и не знала, что такое проблемы с кабачками. Для меня это была самая неприхотливая культура. Однако в том году у меня взошло буквально 5 семечек из 5 пачек. И я увидела только 2 кабачка за весь сезон. Пришлось покупать. В этом году вроде бы сходы и неплохие, но кабачки имеют некоторые проблемы. Сейчас я вам покажу и расскажу как их решить. То есть главная проблема в этом году у меня у кабачков, это то, что они начали загнивать вот в таком вот маленьком состоянии. Как только они появляются, сразу начинают загнивать. Видите, и этот вот уже желтеет, и вот там уже такой не очень здоровый. И на всех, на всех растениях, вот там вот вообще такой вот подгнил уже наполовину. Вот такая вот проблема. Конечно же, вот эти вот больные растения, больные плоды, вот эти вот, надо обязательно, вот они, смотрите, надо обязательно убирать сразу же. А на этом молоденьком растении у меня, смотрите, все мужские цветочки. И здесь плодов точно не будет. Поэтому надо все вот эти вот мужские цветочки убрать. Просто взять ножницы и срезать. И тогда растение быстро-быстро начнет давать женские плоды, женские завиди. И среди них обязательно будут мужские завиди, которые будут опылять вот эти вот остальные женские цветочки. А если не убрать, тогда вот эти вот мужские цветочки просто-напросто, все растение будет усыпано этими цветочками, но плодов вы не увидите. И если кто-то еще не знает, как отличить мужские цветочки завиди от женских, я вам сейчас расскажу. Смотрите, вот это вот еще не раскрывшийся цветочек, но здесь уже есть вот такой вот плодик маленький. А вот это, видите, цветок большой уже, но завиди вот здесь вот плодика никакого не видно. Это мужской, а вот это женский. Надо же теперь разбираться, почему такая ситуация и почему загнивают молоденькие кабачки. Первая причина, это может быть очень влажная погода. Но, по крайней мере, в этом году у нас не так. Поэтому эту причину я отметаю, но вы имеете ее в виду. Вторая причина, это очень густо посажены кабачки. Но у меня действительно так оно и есть. Кабачки действительно очень густо, очень сильная большая листва. Поэтому листву надо обрезать, чтобы освободить солнце и дать проветриваться вот этому вот участку, где много плодов. Но обрезать надо тоже по определенному принципу. Обрезаем возле черешка листа. То есть, чтобы вот эта вот часть, вот эта вот палочка оставалась. И тогда еще вот эти плоды будут питаться вот этими соками и витаминами от этой палочки. Вот, обрезаем, не переусердствуйте. Надо все в меру. Вот, и есть еще одно правило. Обязательно, обязательно надо обрезать или делать манипуляции с кабачками, с цукини в первой половине дня в солнечную погоду. Чтобы вот эти вот, там где мы обрезали части, успели зарубцеваться и туда не попала никакая инфекция. Вот, второе, что может быть, третье даже, почему загнивают молоденькие кабачки, это не хватает минеральных каких-то веществ. Надо полить кабачки борной кислотой, но разбавлять не так, как здесь сказано, 5-10 грамм на 10 литров воды, а разбавлять 3-4 грамма, даже 2-3 грамма на 10 литров воды. И тогда вот эта вот проблема с гниющими плодами решится. И еще есть небольшой секрет, который знают немногие садоводы-огородники, что надо делать для того, чтобы было много плодов у кабачков. Первые появившиеся плоды, 3-4 вот этих вот плодика маленьких, в состоянии где-то 10 сантиметров размером, надо обязательно срезать. Я это сделала, и посмотрите, сколько у меня вот здесь вот уже много и цветочков, и плодов. Поэтому, надеюсь, мое видео было вам полезно. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Буду рада комментариям вашим. И до новых встреч. Пока!